Итак, завершился единый день голосования. В Уральском федеральном округе избирательные участки работали до 20.00. Они были организованы и в не совсем обычных местах, например, в торговых центрах. Дмитрий Немытов о том, как проходили выборы на Среднем Урале. Самые дисциплинированные избиратели ходят с троем. Участок для голосования в микрорайоне Калиновка только-только распахнул двери, а явка здесь уже заметно выше, чем в целом по городу. Солдаты-срочники сразу после завтрака идут решать судьбу государства. Паспортов у них нет, только военные билеты. По команде офицера один за другим защитники Отечества получают бюллетени. На волеизъявления срочников никто не влиял. На территорию части агитаторов не пускали, не положено. Решение каждый принимал лично в свободное время после отбоя. Во всех воинских частях были вывешены агитационные материалы, только и средства массовой информации. Еще никакой другой агитации на участках в воинских частях не было. А этих избирателей вызывают пофамильно, провожают под конвои, бюллетени вручают в помещении с решетками. В сезон номер один поразительная гражданская активность. Абсолютно все арестанты пожелали проголосовать. Хотя надзиратели и уверяют, что это процесс исключительно добровольный. Для кого-то из спецконтингента это могут быть последние выборы. После вступления приговора в силу они будут лишены этого права. А потому в кабинках без штор ставят галочки с особым чувством. Те кабинки, которые на сегодняшний день имеются, там обеспечивается и тайность голосования. А это торгово-развлекательный центр. Здесь между спортивным магазином и обеденной зоной раскинулся избирательный участок номер 983. Сюда заходят после изнуряющего шопинга. Новогодних акций, два бюллетеня в одни руки нет. Несмотря на антураж, здесь все по закону. Желающих проголосовать много, но больше половины отсеиваются на первом же этапе подачи документов. Граждане совсем забывают про открепительные. А вот просуждать о будущем можно и без лишних бумаг. Надеюсь на то, что у нас страна будет дальше. Такая же процветающая. Радует, что появляется что-то новое в городе. Видно новообразовать все нововведения. И как бы надеюсь на светлое будущее. Так где за что голосовать-то? Вот кандидаты. А где Единая Россия-то? Это одномандатные кандидаты. Они представляют разные партии. Вы прочитаете не торопясь. Избирательный участок с доставкой на дом спешит на вызов. Пенсионерка Тамара Михайловна не пропускает ни одни выборы. Вот и сейчас инвалид первой группы сделала свой выбор. Осталось с лупой найти ту самую заветную фамилию и поставить галочку. Шрифт для пожилых, конечно, мелковат. Да и ни о какой тайне голосования в таких условиях речь, конечно, не идет. Члены комиссии и наблюдатели делают все, чтобы бабушка все же нашла ту самую графу. Иначе до вечера всех не обойти. А Тамара Михайловна уверена, ее голос точно все изменит. Хочу, чтобы пенсию добавили, чтобы продукты хорошо обслуживали, и все. Время голосования сделает. Для подтверждения угода бюллетеней нажмите «Время голосования сделает». Восемь вечера. Голосование окончено. И КАИП, сигнализируя и делая словесные замечания, все же принимает финальные бюллетени. Последнего посетителя провожают под аплодисменты. Мы разрешаем аплодисменты. Сейчас осталось лишь погасить неиспользованные бюллетени, завершить работу со списками избирателей и передать информацию в ЦИК. Уральцы сделали свой выбор. Дмитрий Немытов, Александр Плюснин. Информационная программа «День» Екатеринбург. «День» Екатеринбург.